С нами на связи Евгений Добряк, народный депутат Украины шестого созыва, эксперт-международник. Евгений, здравствуйте, рады вам. Да, добрый вечер, приветствую вас. Тема довольно-таки сложная, потому что, как ни крути, но мы видим отношения Китая и России, с одной стороны, президенты рукопожатны между собой, но Китай не спешит быть полноценным партнером России, особенно что касается войны против Украины. А тут еще и как-то резко, публично стали наращиваться отношения Ким Чин Ина и Путина. Более того, мы видим отправку войск в Курскую область. Если я не ошибаюсь, по последним данным, предварительная цифра 12 тысяч северокорейских военных. Как вам видится ваше мнение вот этого изменения фокуса отношений Москвы с иными странами? Пожалуйста. Ну, вы знаете, тут очень интересные вопросы, и действительно он непростой. С одной стороны, некоторые эксперты говорят о том, что вот этот вот союз и это стратегическое всеобщее партнерство между Москвой и Пхеньяном, да, оно раздражает Китай, оно как бы напрягает Китай и так далее. Но давайте мы разберемся по-другому. Ведь та ось зла, которая сформирована сегодня, о которой все говорят и о которой все знают, в которую входит Российская Федерация, Иран и Северная Корея, главным патроном и главным спасителем этих стран в экономическом, торговом плане, технологическом, каком угодно, является Китай. Дальше. Он создает вот этот вот хаос, и вот посмотрите, война России против Украины. Китай разве не знал о том, что готовится агрессия? Я думаю, знал и молчаливым согласием дал добро Путину на эту агрессию. Дальше. 7 октября в Израиле. Фактически главный бенефициар и главный зачинщик этого Иран, который через свои прокси-группы совершил агрессию против Израиля. Но Иран является главным союзником и главный его спаситель в экономическом плане, есть Китай. Потому что 90% нефти, на которой держится иранский бюджет, покупает Китай. И технологические моменты, инвестиции в инфраструктуру, логистику и так далее. И военно-техническое сотрудничество в том числе. Китай тоже молчаливое согласие. И посмотрите, как он себя ведет в этих отношениях. Дальше. Корейский полуостров. Естественно, 90% экономики Кореи, вот этой вот деструктивной экономики Кореи, зависит полностью от Китайской Народной Республики. То есть это и продовольствие, это и нефтепродукты и так далее. То есть практически выживают они за счет Китая. Но имеют возможности развивать свои военно-технические, ядерные, ракетные программы и так далее. Вот здесь вот я считаю, что здесь тоже с молчаливого согласия Пекина Путин встретился. Потому что, понимаете, в чем, если напрямую Пекин, Си Цзиньпин не может там дать указания Путину пока еще, хотя Россия на 80% сегодня зависит от Китайской Народной Республики в экономическом плане. 85% всех расчетов в юанях происходит. Нефть и газ, который продает Россия, основные покупатели это Китай и Индия. Ну, Китай основной полностью и так далее. Очень сильное взаимодействие, плюс по вопросам товаров двойного назначения, на которых держится военно-промышленный комплекс Российской Федерации. Это тоже Китай, и про это говорили американцы и подтверждали конкретными фактами, даже вводя санкции противопределенных компаний Китая. И тут происходит ситуация, когда на Ким Чен Ина действительно есть прямое влияние Китая, китайского руководства, которое регулирует его поведение. Потому что самостоятельно, просто как обезьяна, которая держит в руках ядерную гранату и так далее, его, естественно, сдерживают. Я думаю, здесь тоже с молчаливого согласия Пекина были эти визиты Ким Чен Ина в Россию, а потом Путина в Киньян. Когда потом было подписано всеобъемлющее стратегическое партнерство между Северной Кореей и Россией, которое предполагало, и Корея выполнила, в принципе, первые свои обязательства. Это зафиксировали разведки западных стран Южной Кореи. Три миллиона, приблизительно по подсчетам спутниковых снимков и всех остальных данных, три миллиона снарядов, боеприпасов, мин, минометов и так далее, было направлено в Российскую Федерацию для войны против Украины. Китай молчаливо знал, прекрасно знал, что такое происходит, молчаливо на это все делал молчаливое согласие и балансировал мирными планами. Дальше, Корея пошла дальше, дала баллистические ракеты КМ-23, дала своих специалистов, инженеров, советников, офицеров, которые уже давно были на поле боя, которые регулировали использование боеприпасов, запуск баллистических ракет и так далее, и изучали оперативную зону деятельности на поле боя непосредственно в Украине. Сколько их, я не могу вам сказать, но, наверное, разведка приблизительно знает. Без этих специалистов не могло бы быть. Они были уже там. Дальше Россия, естественно, в обратном направлении пообещала продовольствие, деньги живые, нефтепродукты, а самое главное, технологии, которые очень необходимы Северной Корее для ее укрепления. Это космические технологии, системы наведения для межконтинентальных баллистических ракет, ядерных и так далее. Это элементы технологии создания подводного флота для Северной Кореи и так далее. Различные военно-технические технологии, которые очень нужны Северной Корее. И эта напряженность, которая создается на корейском полуострове в Северо-Восточной Азии, но не может же просто Китай, который регулирует деятельность Северной Кореи, фактически дает ей выживать, не может не влиять на те процессы, которые происходят. Поэтому я не думаю, что тут Китай обеспокоен, не обеспокоен. Дело в том, что действительно присутствие северокорейских контингентов в таком количестве, если это действительно будет до конца подтверждено, что они будут на поле боя в Украине, 12-15 тысяч. Мы не знаем. Хотя логистика золотая этих солдат, чтобы мы понимали. Это просто так говорят, 10-20 тысяч. А вы представьте эту логистику из Северной Кореи в Россию. Их оказывается в трюмах, как скот, в кораблях перевозили этих военнослужащих корейских. Дальше их надо где-то как-то готовить, проводить какое-то непонятное боевое сложение этих бойцов. Потом их надо экипировать, потом их надо чему-то научить, перевести в такой логистический путь длиннейший из Уссурийска, из Владивостока на поле боя в Украину или даже в Курскую область. Дальше языковые проблемы и все остальные. Это золотая логистика, золотая война для Путина получается. И поэтому, естественно, само присутствие северокорейских солдат на территории оккупированных территорий Украины и их участие в войне – это эскалация конфликта со стороны России. Это создает зону очень серьезного напряжения и глобализирует войну, фактически ее приводя в реальную третью мировую. Потому что реально участвуют с другого континента на стороне страны-агрессора военнослужащие в достаточно большом количестве другой страны, которая находится под жесткими санкциями Совета Безопасности Украины. То есть это серьезные вещи. Мне такое впечатление, что Путин провоцирует Запад на то, чтобы Запад в ответ ввел свои подразделения, свои войска на территорию Украины для помощи Украины. Ну, пока это гипотетически говорю, но, скорее всего, такое может быть. Если Путин проигрывает, то для внутреннего потребления российской аудитории и для своих союзников он будет говорить, мы же проиграли НАТО, а не Украине. Но где-то приблизительно логику я такую вижу. Хотя, может быть, еще и намного сложнее. Поэтому я не думаю, что Китай где-то обеспокоен. И вот официальная позиция Китая. Вы же знаете, когда задали вопрос представителю Минкитая по поводу того, что Северная Корея направила военнослужащих на территорию Украины поддерживать Россию в этой войне, они сказали, мы ничего не знаем по этому поводу. Ну, как они об этом ничего не знали? Если они получают разведывательную информацию, Китай ничем не хуже, чем Южная Корея или Соединенные Штаты. У них есть и спутниковое наблюдение, и радиоэлектронная разведка, и агентурная разведка, и плюс их присутствие очень широкое на территории Северной Кореи. Поэтому они говорят, они открестились, от этого мы ничего не знаем. Это в рамках двухсторонних взаимоотношений между Северной Кореей и Россией. То есть Китай ведет очень широко сбалансированную, гибкую восточную политику по поводу того, чтобы стать вторым геополитическим поясом, то есть вторым поясом полярного мира, создать или многополярный, или двуполярный мир, хотя на это решение ЦК Компартии Китая и последнего съезда КПК, оно было направлено на то, что существует два полюса, два мира в этом мире. Это Соединенные Штаты и Китай. То есть, понимаете, в чем весь вопрос. И вот они играют с этими моментами. Они балансируют на торговых моментах, на моментах создания хаоса и так далее, для того, чтобы все-таки каким-то образом стать вторым доминирующим полюсом в этом мире. Я считаю, где-то таким образом. Я вот сейчас читаю колонку издания Washington Post. И тут заведующий кафедрой политэкономии в Американском институте предпринимательства Николас Эберштадт, он спрогнозировал возможный ужасающий сценарий будущего. Он называет это союз России, КНДР, Ирана и Китая. Да, по состоянию на сегодня, вот мы говорим о том, что Китаю не слишком-то нравится вот эта разброшенность и, так сказать, сотрудничество России и КНДР. Но вот данный аналитик Washington Post говорит, что Америке, в данном случае США, сейчас нужно уже присматриваться к тому, что северокорейские солдаты так далеко от своей страны воюют в Российской Федерации против, ну и, понятное дело, вблизи приграничья Российской Федерации могут воевать и против Украины в том числе. Ваши опасения в данном случае есть, это так, если посмотреть на будущее, и нынешнее развитие событий. Ну, смотрите, мы видим четко сформированный на сегодняшний день вот этот альянс, о котором пишет Washington Post. Да, я читал эту тоже статью. Дело все в том, что это уже существует. Мы сейчас с вами проговорили это. Существует союз и стратегическое партнерство между Китаем и Ираном, а Иран через свои прокси-группы ведет войну и дестабилизацию в регионе Ближнего и Среднего Востока. Есть большое напряжение в Тайванском проливе, в Южно-Китайском море, где Китай постоянно провоцирует определенные конфликтогенные ситуации. Но, во всяком случае, пока логистические в Южно-Китайском море и учения АБ в Тайванском проливе возле Тайваня. И это тоже достаточно большая угроза. В случае, если прогрессивно-демократическая партия Тайваня, Зеленая Коалиция объявит о независимости Китая, это для Китая действительно красная линия, которая записана в их концептуальных моделях и стратегиях военных, она будет применять силу. Дальше это дестабилизация на Корейском полуострове. И опять-таки здесь Китай в зоне влияния. И тоже их такой союзник и России, и Китая, Венесуэла, которая дестабилизирует ситуацию. И уже несколько было вариантов, вы знаете, вокруг Гаяны, вокруг провинции Сакиба, которая очень богата нефтью. И, кстати, это клинч с Бразилией, потому что Бразилия на стороне Гаяны. Это, кстати, противоречия Бриксе очень серьезных. И действительно там создается зона нестабильности. Ну и самая главная, самая масштабная война со времен Второй мировой войны в центре Европы на территории Украины, которая развязала Российская Федерация. Все они есть союзника, союзниками, ну, ситуативными. У Китая нет союзников постоянных, потому что Китай – это изолированное государство в плане внешнеполитических, отсутствия внешнеполитических, военно-политических союзов и так далее. Это временное, стратегическое, всеобъемлющее партнерство, торгово-экономическое, военно-техническое и так далее. И вот все эти государства действительно формируют, сформировали вот эту ось, которая уже сегодня в онлайн-режиме дестабилизирует ситуацию в мире и создает зоны напряжения, а в некоторых моментах масштабные войны, как это сегодня есть на Ближнем Востоке и в центре Европы, в Украине. Поэтому я согласен с ним, и это не только он, а есть много аналитиков, которые это говорят и прогнозируют. Поэтому позиция Запада, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, она должна быть очень жесткой в этом отношении. Анализ должен проводиться очень серьезный и должны проводиться факторы сдерживания этих моментов. А в первую очередь какой фактор сдерживания? Это победа Украины на поле боя, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Тогда, когда Россия терпит поражение, восстанавливается международное право и формируется новая архитектура безопасности, устойчивого развития, скорее всего, реформирование организации Объединенных Наций или создание новой структуры, как было после Лидии Наций, организации Объединенных Наций, тогда будет действительно, это очень серьезный сдерживающий фактор, который не даст Китаю делать вот эти вот дестабилизирующие зоны в мире и поставить все на свои рельсы так, как должно быть в планах мирового порядка. И по геоэкономике, и по геополитике, и по всем остальным моментам. Знаете, Евгений, я вот читаю, опять же, Вашингтон-Пост, Форринг-Полис, еще когда они писали в начале этого года прогнозы, говорили о том, что сейчас будет год жесткого изменения геополитических процессов. И мы видим это сейчас как раз по Путину и по Российской Федерации. Они пытаются прощупывать и искать себе новых партнеров в силу того, что Европейский Союз Запад отказывается от России. Выходят, я имею в виду инвестиции, деньги, заводы. И Россия сейчас пытается искать кого-либо. Я так понимаю, они от безвыходности уже соглашаются даже с теми, кого сами же считают террористами по сегодняшний день. Евгений, это еще нужен час для обсуждения этой темы. Я вам очень благодарен за то, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру и обсудить эту тему. Всегда рады вам в эфире «Фридом». Евгений Добряк с нами был на связи. Народ депутат Украины, шестого созыва, эксперт Международник. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok